Итак, мы продолжаем чтение Шриман Бхагаватам, пятой песни, 26 главы, описание адских планет. Сегодня мы прочитаем тексты 2, 3, 4 и 5. Перевод. Великий мудрец Шукадева Госвами ответил. О царь, действия, совершаемые в материальном мире, бывают трех видов. В гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Под влиянием этих трех гун находятся все люди, а потому последствия действий людей тоже бывают трех видов. Человек, действующий в гуне благости, следует заповедям религии и всегда счастлив. Тот, кто действует в гуне страсти, встречает на своем пути и счастье, и страдания. А действующий под влиянием гуны невежества все время несчастен и живет подобно животному. Из-за того, что живые существа подвержены влиянию гун природы в разной степени, условия, в которых они рождаются, тоже отличаются друг от друга. Совершая разного рода благочестивые поступки, живое существо попадает в разные условия райской жизни, и точно так же разные греховные поступки приводят его в разные условия адской жизни. Те, кто движим гуны невежества, совершают грехи, и в зависимости от того, насколько они невежественны, подвергаются разным по тяжести адским наказаниям. Того, кто действует в невежестве из-за безумия, ожидают наименее тяжкие страдания. Тот, кто грешит, но при этом сознает разницу между грехом и праведным делом, попадает в ад, где его ждут страдания средней тяжести. А тому, чьи невежественные и греховные поступки коренятся в безбожге, уготованы самые тяжкие адские муки. Так, с незапамятных времен различные греховные желания, порожденные невежеством, заставляют живое существо рождаться на тысячах самых разнообразных адских планет. Я постараюсь рассказать о них все, что мне известно. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами, О мой повелитель, где находятся эти адские миры? За пределами Вселенной, внутри ее, или же в разных частях этой планеты? Текст пятый. Великий мудрец Шукадеву Госвами ответил. Все адские планеты расположены в пространстве между тремя мирами и океаном Гарбхадака. Они находятся в южной части Вселенной, ниже Пхумандалы, прямо над водами этого океана. Там же, между океаном Гарбхадака и низшими планетными системами, расположена Петрилока. Все жители Петрилоки во главе с Агнишватой, глубоко погрузившись в Самадхи, размышляют о Верховной Личности Бога и всегда желают добра членам своих семей. Комментарий. Как уже говорилось, под средними планетами расположены семь низших планетных систем, самое последнее из которых – Патолока. Ниже Патолоки расположены планеты, называемые Нараколокой или Адскими мирами. А под ними, в нижней части Вселенной, находится океан Гарбхадака. Таким образом, адские планеты расположены между Патолокой и океаном Гарбхадакой. Итак, живые существа под влиянием гун материальной природы совершают всевозможные действия и приводят эти действия к определенным последствиям. Так мы узнаем с вами закон в материальном мире, который называется законом причинно-следственной связи. Итак, существуют причины, по которым живые существа стремятся к деятельности. И также, совершая определенную деятельность, живые существа получают результаты этой деятельности. Каковы же причины, побуждающие живое существо к действию? Это желание наслаждаться. Говорится, каждое живое существо в этом материальном мире охвачено желанием наслаждения. Почему? Поскольку это является изначальной природой живого существа. Желание наслаждаться. И желание наслаждаться вечно. Но живое существо, попадая в материальное существование, забывает о том, что оно вечное. И забывает науку, как наслаждаться и чем наслаждаться. И так, в этом забвении, живое существо начинает наслаждаться тремя гунами материальной природы. И говорится, когда живое существо стремится наслаждаться всеми тремя гунами одновременно, оно получает человеческое тело. Таким образом, человеческая форма тела говорит о очень сильном желании чувственных наслаждений, сразу всеми тремя гунами. И так, живые существа приводят в движение этот закон, причинно-следственные связи. И говорится, что человек должен очень хорошо понять три направления этого закона. Карма, викарма и акарма. Слово карма переводится, если вы помните, как действие или деятельность. И так, все живые существа стремятся действовать. И побуждает их к этому в материальном мире такой вид клеши или побудитель, причина, по которой живое существо будет страдать или наслаждаться. Это авидия. И мы сейчас с вами прочитали, невежество живых существ является причиной того, что они постоянно запутаны в гунах материальной природы. И в Ясадеве, говорит Веданта Сутри, очень сложно разобраться в законах кармы, в хитросплетении закона кармы и в конфигурации гун материальной природы. Ибо живое существо с незапамятных времен начало свое материальное существование. И поэтому есть даже термин такой, который называется НИТЕ БАТХИ. То есть живое существо, которое с незапамятных времен запуталось в законе причинно-следственной связи. С незапамятных времен. То есть даже не помнит. И поэтому говорится НИТЕ БАТХИ. То есть вечность. От того момента, как живое существо попало в этот материальный мир, до сегодняшнего момента, практически прошла вечность. Ибо даже наш ум не может охватить такой отрезок времени. Мы не можем охватывать очень длинные отрезки времени. И также не можем охватить маленькие отрезки времени. Допустим, трути. Одна семьсот пятьдесят тысячная доля секунды. Ум не может воспринимать это. И точно так же, когда мы говорим 622 триллиона 80 миллиардов лет. Махакальпа. Очень сложно воспринять. Викальпа. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Очень сложно. 311 триллионов. Тут 100 лет, то сложно воспринять. Когда человек живет 100 лет, мы еще более-менее воспринимаем. Но когда мы слышим, что человек живет 200 лет, это уже бесплатно. Успокоит нас. Мы говорим, не верим. Что, серьезно? 200 лет прожил? Что ты такое ел? Мы так думаем. Итак, наш ум во времени очень тяжело движется. Поэтому нам очень сложно воспринимать время. И здесь появляются три концепции времени, которые являются связью причин и следствий. Мы говорим, причинно-следственная связь. Чем же все это связано? Времени. Временем. Кало. Кало. Кало-рупа. Кало-рупа. Форма вечного времени. И в материальном мире это время очень удивительно. Оно имеет настоящее. Прошлое. Настоящее называется вартмана. Кало. Прошлое время называется, если кто-то помнит, пута-кало. Кало, это прошлое и бавищее, будущее время, бавищее кало. И говорится, что живое существо связано временем и движется во времени. Итак, живое существо должно понять пять аспектов, чтобы приступить к такой деятельности. Которое называется счастьем. Все живые существа стремятся к наслаждениям. Но почему-то все они страдают. Почему же они страдают? Они утеряли знания. Как они могут наслаждаться? И чем? И каким образом? Поскольку живое существо покрыто этой оболочкой, тонкой оболочкой, которая называется овиде, невежество. Оно не знает, как правильно получить что-то. И на самом ли деле, то, к чему оно устремлено, принесет счастье. Как мы вчера вечером говорили об этом. О хорошем поведении женщин. О поведении мужчин. И мужчины очень вдохновились. Теперь они будут искать этого поведения в женщинах. Почему? Потому что они хотят эксплуатировать материальную природу. Они охвачены гуной страсти. Этим мирским принципам. Поэтому не все поняли даже лекцию. И я сразу предупреждал, что нужно прослушать цикл. Я подведу к чему? Что человек в гуне благости не обращает внимания на эти вещи. Человек в гуне страсти, который стремится наслаждаться женой. Или наслаждаться женщиной. Он будет обращать на это очень пристальное внимание. На все эти элементы. А человек в гуне невежества, он даже не понимает, что вообще происходит. Таким образом, вчера многие мужчины вдохновились требовать от своих жен это. Очень вдохновились. И это был показатель того, что они все находятся в гуне страсти. То есть, они вожделеют. Они, несомненно, воспринимают женщину как объект для своего личного чувственного наслаждения. Таким образом, они настроены эксплуататорски. И в Бхагавадгите говорится, что такое умонастроение, это умонастроение демона, асура. Он не думает о жене как о друге, который поможет ему выбраться из сетей или из пуд материальной жизни. Он думает о женщине как об объекте для удовлетворения своего вожделения. Поэтому он будет так думать. И будет искать такие качества. Поэтому ведическая литература также предупреждает, что живое существо должно до конца выслушать. Смиренно выслушать все. И только после этого сделать определенные выводы. Сравнить эти выводы с теми объектами, которые являются источником этого знания. Мы говорили, шастры, гуру и садху. Принять какое-то определенное решение и начать действовать под руководством. Вайтхи или Витхи. Поэтому говорится Тадвитхи пранипатена пари прашнена своя. Под руководством действовать нужно. Чтобы избавиться от этого стремления господствовать и эксплуатировать все, что попадается в диапазон наших чувств. Поэтому вчера, может быть, бедные женщины были немножко так сбиты с толку. Подумали, о, мы такие бесполезные. Мужчины подумали, да, да, вот они такие. Это эксперимент. Можно было сразу же проследить, в ком какое чувство возникло. У человека в гуне благости сразу же бы возникло чувство сострадания к женщине, которая не может так себя вести. И мужчина бы старался бы помогать ей приобрести такие качества. Человек в гуне страсти тут же бы стал бы упрекать за отсутствие таких качеств. Тут же стал бы упрекать и все сваливать на женщину. Вот видишь, это во всем бела виновата ты. И даже я услышал такую фразу, что преданные, которые практикуют брахмачари, или, так сказать, преданные посвященные, сказали, о, это было все для карми. Лакшминаран, для карми это все объяснял. Потому что человек думает, а я чистый предный уже. Мы не можем понять, что такое карми. Карми это строгое исследование шастрам, но с материальными желаниями. То есть, с желанием воспользоваться плодами своей религиозности. Слава, почести, богатство. Великий какой-то человек хочет стать великим. Можем поторопиться сказать о ком-то, что это карми или для карми. Потому что карми это люди, которые следуют указаниям шастр. А вот викарми это люди, которые действуют по собственной прихоти. Если бы кто-то сказал, что это для викарми, тогда это было бы, может быть, еще кое-что. Понятно, что человек не понял вообще лекцию. Но, по крайней мере, подумал, что это о людях, которые вообще ничему не следуют. И поэтому я даю этот семинар, чтобы приобщить людей постепенно к шастрам. Потому что это говорится в шастрах. Значит, они избавляются от греха. И от кармы могут подняться до акармы. Берется викарми, начинает обучаться карме. И постепенно, говорится, поднимается до чего? До акармы. И центральным местом акармы является чистое, ничем не мотивированное, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришны. Шиналам Бхакти Уттамам. Что это означает? Только единственное желание, что? Удовлетворить Кришну. Ни одного желания нету, что-то получить взамен или удовлетворять себя. Только одно. Только одно стремление. И больше нет никаких примесей. Никто не хочет быть самым главным. Никто не хочет быть самым просвещенным. Никто. Все очень смиренно. Я смиренный, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Гопип Хартур Падакамала Йор. Даша, Даша, Ану Даша, Га. Это суть. Я не Кшатри, не Брамана, не Вайшья и не Шудра. Я не Саньяси, не Брахмачаря, не Ванапрасха. А кто я? Гопип Хартур Падакамала Йор. Даша, Даша, Ану Даша, Га. И все, если мы таким образом воспринимать не будем, это не считается чистым. Это имеет примеси. Чего? Вожделение. Кармаками, ситхаками, пхуктыками и муктаками. Даже если я просто желаю вырваться из круговорота рождения и смерти, но не желаю стать смиренным слугой слуги и слуги Гопи Вриндавана, то есть целью не ставлю стать смиренным слугой слуги Кришны, то это также причисляется к вожделению. Даже если я пытаюсь стать трансценденталистом, избавиться или вырваться из круговорота рождения и смерти. И так живые существа, несомненно, хотят наслаждаться чем? Гунами. И гуны материальной природы предоставляют живому существу объекты чувственных наслаждений. И живое существо начинает соприкасаться с объектами чувств. Как? В невежестве. Из вожделения. Где логово вожделения? Почему? Живое существо созерцает эти объекты. И начинает их эксплуатировать. Эксплуатировать. Желание господствовать. Это есть желание эксплуатировать. И говорится, мужчины должны быть очень внимательны. Потому что у мужчин такое ложное эго, что они что? Всегда хотят что делать? Господствовать. Они хотят быть господами. Поэтому их называют как? Прабу. Поэтому, чтобы обозначить господа, сказали, а есть еще и Маха Прабу. Пуруша. Пуруша. Наслаждающееся живое существо. И женщины, мужчины в материальном мире называют пурушами. Почему? Они все хотят быть Богом. Женщины хотят наслаждаться мужчинами. А мужчины хотят наслаждаться женщинами. И в том и в другом варианте проявляется стремление господствовать. Наслаждаться. И мы поем каждое утро. Го виндам ади пурушам. И мы думаем, это про меня. Поэтому Брахма поет. Го виндам ади пурушам. Изначальный наслаждающийся. Единственный наслаждающийся. Он верховный наслаждающийся. И никто без него отдельно наслаждаться не способен и не может. Все это иллюзия. Го виндам ади пурушам. Тамагам баджами. Ему я поклоняюсь. Ради его чувств я действую. Он хришикеша. Он повелитель. И так живые существа, охваченные этим эгоистическим принципом, не могут понять науки. И говорится, для того, чтобы приступить к действиям, человек должен узнать науку. Гьяна. Какую же науку он должен узнать? Он должен узнать такой вид науки, который называется самбанга гьяна. Самбанга. Что означает? Взаимоотношения. Чего же взаимоотношения? Своих взаимоотношений с Богом. Науку. И самбанга гьяна состоит из пяти разделов. Первый называется карма. Человек должен понять закон кармы. Если он не узнает об этом, им будет очень тяжело правильно действовать. Закон кармы. И мы видим, когда мы сталкиваемся с людьми, которые даже много лет практикуют, они не знают законы кармы. Они не могут его объяснить нормально. Прабхупады говорит, вера, лишенная знания, это фанатизм или сентиментализм. Фанатизм или сентиментализм, то есть это не авторитетно. Такая вера, она не имеет ценности. Знания, лишенные веры, это философские спекуляции. То есть как бы размышления. То ли так, то ли не так, веры нет. Я может быть и знаю правильно, но не очень верю. А поэтому не совсем следует. И говорится, что же такое вера, шрадха. Это знание и полная убежденность в чем-либо. Называется верой. Обязательно знания должны быть. Я верю, потому что я знаю. Я знаю, что это рука. Не сомневаюсь, я не спекулирую. То ли это рука, а вдруг это нога. Нет, вроде рука. Но очень похоже на ногу. Если так. Один раз Шива Прабхупада шел по Вриндауну. И он стал говорить о философских спекуляциях. Как это вредно. И ученики не очень могли понять вот этот термин. Тот, кто занимается эмпирическими философскими спекуляциями. Люди сейчас не совсем образованные. И они запутаны в этих терминах. Эмпирические, философские спекуляции. А в русском варианте, я думаю, что и на Украине так же люди. Потому что я слышал спекуляции, спекулянты. Английское слово спекулять, это означает размышлять. А на бывших территориях Советского Союза спекулянты, это обманщик. Обманщик. То есть спекулянт, знаете, да? То есть беру по дешевке, продаю подороже. То есть что-то обманывать. А на самом деле спекулировать, это означает размышлять. То есть вы не знаете точно и пытаетесь как бы измышлять. Измышлять, размышлять. То ли так, то ли не так. Это качество очень хорошее. Размышлять. Говорится, тот, кто не размышляет, он же глупец. Хочешь проверить, то ли так, то ли так. Это спекулировать очень хорошо. Да. Но, в чем говорится проблема? Спекуляция, это значит догадка. Догадываться нужно самому. Точно не знаешь, но надо догадаться. В соответствии с своими чувствами, какими-то ощущениями и так далее. Протягши, допустим, там. Или анумана. Вид восприятия всевозможное. Есть 10 видов восприятия, мы, может быть, поговорим в эти дни о них. И человек не может правильно воспринять. И приводится этот пример, кто-то помнит, да? Как 5 слепцов, а слона изучают. Что-то кто-то один одно говорит, другой другое говорит. Но в целом ни один не сказал правильно. Это спекуляция. И вот Пропада, чтобы дать пример, что такое спекуляция, шел по Вриндавану со своими учениками. И ученики увидели дом с таким стеклянным колпаком наверху. И Пропада сказал, как вы думаете, для чего это на доме такой стеклянный колпак? И ученики стали говорить, я думаю вот то, я думаю все, я думаю то, я думаю все. И все говорили, говорили, говорили. Пропада сказал, а я вот не знаю. И они подошли к дому, Пропада постучался, вышел хозяин, он сказал, извините пожалуйста, Пропаду, вы не могли бы мне подсказать? Я такой тупой, почему у вас такой стеклянный купол на доме? И он сказал, а там у меня оранжерея, я цветы там выращиваю. Пропада повернулся и сказал, у него там оранжерея, он выращивает там цветы. И они так на него смотрели, он сказал, все что вы говорили, это эмпирическое философство. Это эмпирическое философское спекуляция. А то, что я сказал, это знание. Понимаете, да? Теперь можно понять, что такое спекулировать. Мы можем видеть, сколько много книжек, теософов, они там о Боге пишут, о карме, о том, что они делают. Спекулируют. Иногда попадают в точку, иногда мимо, иногда прямо рядом. Ну вот-вот, почти что карма. А слова все термины. Точные, да? Карма. То есть берут термин и начинают, что? Спекулировать по поводу внутреннего положения этого закона. И мы находим в библиотеках, в этих обществах, тысячи всевозможных трудов разных великих личностей. Рерихи, Махариша Робинда, Швичин Мой, Нермала Матаджи, Карлос Кастаньеда и так далее, и так далее. Вивикананда, Рамакришна и сейчас Лавацкий, теософы, Бизан, все в одну эту кучу. Кто они? Как мы можем сказать о них, если мы поняли ведический принцип? Кто они все? Иногда они попадают, и точно. Но если вы их спросите точно, они обо всем говорят точно. Но они не знают. Потому что ни один из учеников про упады не знал точно. Даже если кто-нибудь сказал, я думаю, у него там оранжерея, оранжерея с цветами, и поэтому колпак. Он попал. Но он знает ли точно? А? Даже если он попал, вы скажете, даешь слово, если там нет оранжерея, мы тебе голову отрубим. Даст он слово? Почему? Потому что он, может быть, и попал, но он сам не уверен. Таким образом, знание, лишенное веры, точно так же является философской спекуляцией. Теперь вы разобрались, что такое спекуляция. Что мы точно можем знать, но мы не уверены, потому что мы, может быть, попали. А вдруг не так? То есть у нас нет веры точной. Поэтому полное убеждение, знание и полное убеждение в чем-либо является верой. И эта вера сразу же начинает, вот эта вера, она сразу же начинает проявляться в контроле ума и чувств. И когда я сказал, что иногда мы видим людей, которые не знают закона кармы, значит, как мы можем определить, что они не знают закона кармы? А они, да, не живут в соответствии с законом кармы. В соответствии с законом причинно-следственной связи. Они не приняли ответственность. Почему? Когда у человека есть вера, он принимает ответственность за свое поведение. Итак, первый раздел называется карма. Второй раздел называется, как, кто помнит? Нет, 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 карма, я говорю, в самбанда-гьяне. Карма, это все там, викарма, а карма все там. Это карма раздел называется. Нет, дальше кто знает. Из чего состоит самбанда-гьяна? Из каких пяти дисциплин? Пяти. Нет, не джива. Время. Время. Потом прокрити, материальная природа, три гуны в ней. Потом только джива и ищвара, бог. И самбанда, это их взаимоотношения. Как все это работает между собой, каким образом это сочетается. И человек, поняв самбанду-гьяну и центральным произведением самбанда-гьяны, откуда мы можем взять эту науку о законе кармы, который включает закон реинкарнации. Мы говорим, вот эти разные живые существа получают разные типы тел, попадают на разные планетарные системы, получают разный уровень достатка, определенного образования и так далее. Определенные внешности. Это законы материальной природы. И говорится, человек, который понял науку самбанда-гьяны, которая глубоко изложена в одном центральном произведении, поэтому его называют жемчужиной всей ведической литературы или квинтэссенцией всего ведического знания. Бхагавад-гита. Это самбанда-гьяна. Бхагавад-гита. Именно в Бхагавад-гите включена вся эта система. Карма, кала, прокрити, джива и ищвара. И их взаимоотношения. Самбанда-гьяна. Каковы мои взаимоотношения? Что же мешает живому существу освободиться? Карма, кала и прокрити. То есть три гуны материальной природы в этом времени. Оно не знает, как распоряжаться временем. Что со временем все, как говорят, все тайное становится явным. Все тайное становится явным. Со временем. Все это выходит наружу. Любой наш поступок греховный, что мы не сделали тайком, если мы что-то делаем, все это со временем станет явным. Как? Представьте, человек жил честно, раз и родился собакой. Он честно жил? Он думал, я живу, никто не знает, что я что-то там делаю. Все меня считают очень порядочным. И раз родился собака. Вот все тайное стало, что все говорят, о боже мой, ничего, ты там что-то наделал такого. И мы даже можем сказать, что ты наделал. Потому что есть перечень, при какой комбинации человек получает такое тело. Да? При какой комбинации поступков человек получает такое тело? Именно собакой становится. Деревом, минералом, птицей, свиньей, ослом. Рупада прямо описывает это. Шриша Панишад в комментариях, он говорит, почему человек рождается ослом и почему человек свиньей рождается. Именно такой тип тела получает. Итак, говорится, что человек, который не узнал самбандагиану, он не может понять слов гуру, духовного учителя. Он не может разобраться ни в чем, в шастрах. Очень сложно разобраться. Он не может перейти к шриман-бхагаватам, изучать бхагаватам. Им будет очень тяжело. Человек не может слушать лекцию, когда ему говорят, вот простой пример. Женщина должна себя так вести, мужчина так себя должен вести, надо так. Если мы не получили образование в самбандагиане, мы будем так слушать и делать свои выводы. Не в соответствии с законом кармы, не в соответствии с временем. Закон кармы всегда связан с временем. Настоящее следствие прошлое. Не будем понимать прокритий, треугун материальной природы. Не поймем своего положения истинного, как дживы. Что мы не должны отождествлять себя с этим. И не поймем, как нам построить отношения с Богом. И поэтому какая-то информация для нас будет, как бы, знаете, бременем. Что это означает? Что мы жили нормально, услышали эту информацию и теперь что? Сбиты с толку. Мы несчастные. Мы сбиты с толку. Потому что эта информация сделала нас совершенно обескураженными. Что такое? Ничего себе. Вот тебе нажил-жила. Все неправильно. Все оказывается. И человек немного сбит с толку. Поэтому в Тхамападе есть такой афоризм. Когда глупец на свое несчастье приобретает знания, оно в первую очередь разбивает его собственный удачливый жребий. И в конце концов разбивает ему голову. Глупец настолько же познает мудрости, общаясь с мудрецом, сколько ложка познает вкус каши, находясь всегда в каше. Ложка знает вкус каши? Но она всегда воткнута в кашу. Так же и говорится, глупец, общаясь с мудрецом, слушая все это, может вообще ничего не знать. Ничего абсолютно. Если мы глупцы. Поэтому, говорится, глупость, это есть некая невинность. И Парупада говорит, быть невинным, это есть значит быть животным. Животные невинные. Поэтому их понукают туда-сюда, осла можно эксплуатировать. Почему? Он невинный. Он очень упрямый и очень сильный. А свинья, она неразборчивая. Она ест все подряд и сексом занимается все время. Очень удивительные два животных. Один очень сильный и упрямый. А другая такая, или хряк там. Как его называть? Он такой, все нормально. И всегда радостно и весело. Мокро, светло и весело. Неразборчив ни в чем. Говорится, разборчивость сестра доблести. А без доблести нельзя продвинуться. Итак, человек должен понять эту науку. Тогда он может правильно воспринимать те события, о которых говорится в шастрах. Стань смиренным. Он начинает понимать, что значит стать смиренным. Служи. Он начинает понимать, что такое настроение служения. Он понимает, что такое убирать дом. Вчера я рассказывал, женщины должны очень хорошо убирать дом. И стал перечислять такие, может быть, неприятные вещи, грязное белье. Почему? Потому что я знаю, что люди не знают. Если я просто скажу убирать дом, они скажут, что у нас всегда убрано. Всегда убрано. Опрятность, значит, опрятно все. Почему? Потому что в соответствии с гунами материальной природы у всех разные представления о чистоте, о прятности, о красоте, о вкусах. Тот, кто в гуне благости, дорога пища такая-то. Тот, кто в гуне страсти, Кришна говорит, дорога пища такая-то. Тот, кто в гуне невежества, дорогая такая пища. Смотрите, как все просто. Таким образом и наше понимание будет в гунах. Кто-то слушал, понял в невежестве. Все разрушает эта лекция. Все разрушила. Жили так счастливо, теперь будем несчастными. Зачем только слушали? В гуне страсти попытаются что сделать? Требовать с другого. Почему? Потому что он вовне видит причины. Человек в гуне страсти всегда видит вовне причины. А человек в гуне благости что? Он в себе начнет. Он скажет, видимо я не герой был. Поэтому и супруга моя не стала мне служанкой. Может быть я не герой? Может быть я ее затерроризировал, и она поэтому начала им эмансипировать. Я-то ее обманул, обещал-то ей, когда за ней ухаживал. Пол Фарфа? Пол Фарфа обещал. А что дал? Это гуна благости. Поэтому подразумевается, что проповедник должен все это досконально объяснять. Я бы с удовольствием не объяснял эти неприятные моменты, может быть. Для кого-то не очень приятно слушать это. Есть очень много эстетов. Фу-фу-фу. Но их спросите, а вы поняли? Ну конечно. Ну-ка расскажите, что вы поняли. И вы видите, что человек ничего не понял. Поэтому я вчера старался объяснять даже эти детали. И так же сегодня мы говорим об этих планетах, об адских планетах. Человек, не поняв эту науку, не может избежать ада. Он не может избежать этого положения вниз, то есть движения вниз, если он не понял эту науку. Мы видим, почему человек не прогрессирует в сердце своем. Почему он не прогрессирует? Внутренний. Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Непогрешимый. Все, что я говорю, в этом нет греха. То есть тот, кто будет меня слушать и делать так, никогда не ввергнется в проблему. Никогда. Почему же мы не видим Кришну? Потому что все лекции для кормы? Или для векармы? Для кого? Мы все возвысились. Кто видит Кришну? Мы видим, вот он. Но говорится, когда человек видит Кришну, кто знает, когда человек видит Кришну, что с ним происходит? Вы правы? Он должен проявить сначала Ану Бхаву, а потом Аштасатвика Бхаву или Аштасатвика Викару. Восемь признаков в теле, которые говорят, что человек достиг любовных взаимоотношений с Кришной, видит его и видит его любовно. Но с нами этого не происходит. Но мы гордимся, что мы видим его. Кто-то даже разговаривает. Значит, есть такой анекдот. Когда вы разговариваете с Богом, это молитва. А когда Бог с вами начинает разговаривать, это шизофрения. Когда мы что-то говорим Богу, это мы молимся. Но когда мы вдруг с ним заговорили, и он там тоже нам что-то стал отбискать. Надо быть осторожным, потому что Кришна говорит нам через шастры, гуру и садху. Мы не должны имитировать Госвами, раганугу с божеством на дружеской ноге. Брать палку и говорить, я тебе сейчас ногу сломаю. Мы не должны ничего имитировать. Если мы имитируем, мы будем сбиты с толком и погибнем. Мы оказываемся в аду. В низших планетах. Как попадают туда живые существа? Они пытаются подражать. Подражать. Не следовать, а подражать. Расскажу вам удивительную эту вещь. Итак, живое существо оказывается в адских условиях жизни, если начинает подражать. К кому? Богу. Бог все, что делает, никакого греха на него не будет. И живое существо хочет так же. Делать что угодно, и чтобы ничего не происходило. Но оно сразу же покрывается кармой. Причина следственной связи. Расскажу вам одну историю. В одном огромном пруду жило три рыбки. Эти три рыбки, они жили в этом пруду. Были самые продвинутые. Все остальные существовали. Эти три рыбки считались самыми продвинутыми. И как-то пришел рыбак. И расставил сети в определенном месте. И он расставил сети в том месте, где были эти три рыбки. А они между собой общались, эти три рыбки. И стал потихоньку тянуть эти сети. Эти три рыбки стали смотреть. Они окружены сетями. Сейчас их вытянут, и все, смерть. И они видят, сеть приближается к ним. Там берег. Так все. И одна рыбка, которая была в гуне благости. Она была утамой. Так, представим, что она. Не в гуне благости, а даже была утамой. Она сказала, надо применить знания. Природы того, с кем мы встретились. Рыбак этот. И она стала говорить о его природе. О природе сетей. Сейчас нас вытащат. Это было понятно всем. И мы все попадем на обед. И эта рыба стала говорить этим двум рыбам. Одна так внимательно слушала, а другая все. На сети на эти смотрела. И одна рыбка, вот эта умная, она набрала воздуха и всплыла кверху пугом. И этот рыбак растет. Уаа, дохлая рыба, да все испортит. Где дохлые рыбы, там таких рыб. И он так взял какую-то палку и эту рыбку за сети туда. Раз, 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 раз. И она так медленно брут и утонула. И там за сетями. Вторая рыбка такая она была. Матьяма. То есть, продвинутая среднего уровня. Она набрала воздуха. Набрала воздуха. И всплыла. И человек подумает, откуда они всплывают, дохлые рыбы. И он подошел, взял ее и стал так рассматривать. Стал рассматривать. И она уже дышать не вот. Все равно не движется. Смотрел, смотрел. И в этот момент. Он так вот отошел в сторону. И в этот момент эта рыбка. Как забрыкалась. Раз из руки. И в воду. И раз, раз, раз. И уплыла тоже. И что рыба. Когда он открыл руку, она выпрыгнула. Третья рыба. Она говорит, ну я тоже сейчас выпрыгну. Набрала воздуха. Выскочила на берег. И давай там биться. Потом раз. Легла. Лежит. Этот охотник подходит к ней. И она охотника только увидела там. А у рыбы всегда глаза открыты. Она такой увидела. Увидела этого не охотника, а этого рыбака. И страх ее. Прямо такой страх. И она в страхе начала биться в конвульсиях. И охотник подумал, ой, хоть одна живая. Не раз ее накричал. Так вот, ну вот как веревочка или что там. Проволока. Да, просадил ее. И она погибла. Она погибла. Почему? Потому что она подражала. Ни в чем не разобралась еще. Она просто подражала. Двум тем, которые понимали, как себя вести. Внутренне понимали. Могли сдерживать свои чувства. И так живое существо пытается подражать какой-то более продвинутой личности и только попадает на крючок. Еще больше попадает на крючок. Нужно следовать. И когда мы говорим следовать, это означает принять наставление. Когда мы говорим подражать, это значит мы начинаем себя вести так же, как тот человек, который могущественный. Мы подражать начинаем, как он говорит, как он себя ведет. А мы должны просто принять наставление этой личности. Принять наставление, а не подражать. И так, этот закон кармы связывает живое существо. И в соответствии с тем, в какой гуне живое существо совершает деятельность, оно получает тот или иной тип бытия. И существует 14 уровней бытия, 14 уровней планетарных систем, где живут разные живые существа. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И каждая форма имеет огромное количество видов и подвидов. Вы представляете, сколько живых существ? 8 миллионов 400 тысяч форм только жизни. Каждая форма имеет огромное количество видов и подвидов. Это все конфигурации закона кармы, вернее и хитросплетения кармы, и конфигурации гун материальной природы. И живое существо в соответствии с этой конфигурацией получает определенный тип тела, ума и чувств, расположенных вокруг этого ума. Поэтому у нас у всех разный ум, разные чувства. Мы по-разному все ощущаем. Слушаем по-разному, видим по-разному, обоняем, осязаем. Вкус разный у нас. Говорится, когда человек немного очистился, продвигается, и он в гуне благости, он может отличить сразу предложенную пищу от непредложенной. Поставьте ему 10 тарелок, и одну, все будет одинаково. Одну предложите божеству. 9 не предлагайте. И он вам из 10 раз эту тарелку будет находить. Просто пробуя. Он вам всегда найдет предложенное. Всегда отличить. Так очистился его вкус. Он даже отличает это. Предложенное от непредложенного. Зрение точно так же меняется. Человек в гуне благости, он обладает определенным видом зрения. Он смотрит, видит совершенно по-другому. Он слышит совершенно по-другому. А воняет, у него другие запахи на него влияют. Допустим, одеколон, духи, это гуна страсти. А вот благовоние, это благовоние. Значит, ты какой вония? Запах какой? Благо. Поэтому и называют благовоние. Потому что нет гуни благости никого. Поэтому, говорит, он воняет чем? В общем-то благим воняет. Благовоние. Посмотрите, люди не очень. Никто благовонием не натирается. Ароматические масла, это все были масла, натуральные продукты. Натур, продукты. Сейчас все это химия. Сейчас все эти запахи возбуждают. Что они возбуждают? Гуну страсти. Они не умиротворяют. Гуну страсти. То есть, вожделение. Вызвать вожделение. Раньше все это умиротворяло. Любой запах умиротворял наоборот. То есть, снижал влияние гуны страсти и гуны невежества. Поэтому, когда я вчера рассказывал, если у вас нет представления об этом, что, допустим, женщина должна вкусно пахнуть. А что значит вкус? Значит, какой вкус-то должен быть? Благости, конечно. Благости. А вот многие, может быть, не поняли, сейчас начнут поливать себя. И тут будет такой запах. И все будут внимание обращать. У всех ум начнет беспокоиться. Всем захочется наслаждаться. Имеется в виду, они должны быть пахнут вкусно. Это значит благость. Наоборот, человек так пахнет, что гуна страсти снижается. Гуна страсти снижается. Что же говорить о невежестве? Человек видит так, смотрит, слышит, обоняет, осязает. И таков его вкус. Это три гуны материальной природы. И в соответствии с этим, живое существо отправляется в разные положения. В разные положения. Что же говорят шастры? Как мы можем избежать ада? Ада. Пунья. Благочестивой деятельностью. Корма унмукхи сукриты. Что это такое? Корма унмукхи сукриты. Кармическая деятельность, которая ведет к благочестию. Что это означает? Следовать правилам писаний. Но с желанием воспользоваться плодами этой деятельности для своих чувственных наслаждений. Это называется пунья. Пунья карма. Благочестивая карма. В чем она выражается? В богатстве. Человек очень богат. Вот мы можем видеть, люди богатые есть. По сравнению с нами. Вот по сравнению со мной очень много богатых людей. Но даже по сравнению со мной очень много нищих. Предные достаточно живут обеспеченно. Есть люди, которые не обладают даже этим, что имеют предные. Итак, пунья карма. Называется карма унмукхи сукриты. Сукриты значит благочестие. Люди получают богатство. Красивое тело. Очень красивая внешность. Не надо бигуди женщинам, потому что волосы вьющиеся. Не надо ресницы приклеивать или их там вот этими штуками поднимать. Почему? Потому что они длинные и загнутые. Брови, как лук. Взгляд, как стрела. Все. Наповал сразу. Говорится, ровный жемчуга зубов. Как у акулы. Нет, ровные зубы абсолютно. Зуб ровные. Губы, цвет, говорится, алые губы. Цвет губ. Это вы знаете, да? Терморегуляция в организме, когда проблемы, губы такие. Сохнут какие-то. И сине-черные становятся. Или зеленые. Румянец. Почему? Отжиз хороший. Отжиза много. Такой вид потенции. Отжиз. Красивое тело. Хорошее здоровье. Хорошее здоровье в этом красивом теле присутствует. Это все результат вот этой вот. Карма ум мукхи сукрит. Следование писаниям, но с желанием получить что-то здесь взамен за это. А что, к чему люди стремятся? Красивое тело. Все что нужно? Красота, богатство, слава, сила. Ну, все, что у Кришны есть. Потому что все хотят быть Кришнами. Поэтому хотят именно это уже и получить здесь. Чтобы стать немножко Кришнами. Вы понимаете, да? Поэтому мы стремимся к тому же. Но мы материальную славу хотим. Материального богатства. Итак, живое существо идет этим путем. И получает пунью. Оно благочестивое. Красота, богатство, образование. Очень хорошее образование получает человек. Два института, три института, четыре института. Доктор, член-кор, академик. Хорошее образование. Один язык, два языка, три языка. Очень хорошая память. Память. Очень хорошая память у человека. Говорится, что всего 200 лет назад женщина, девушка, которая помнила свои 7 прошлых рождений, считалась благочестивой. И каждый хотел предложить ей руку. Руку предложить. Предлагаю руку. Разворачивать там рука. Руку и сердце. Предлагали руку и сердце. 7 прошлых жизней женщина. Говорится, если девушка помнила 7 прошлых жизней, говорится, все, мужчина мог даже больше ничего не спрашивать. Все. Считалась благочестивой женщиной. Что он с ней будет, как у Бога за пазухой. Как у Христа за пазухой. Все она. Все сделает правильно. Что у нее богатый опыт. Она помнит все. Прошлые ошибки. Что она никогда не... Память очень хорошая. Итак, следующее. Положение в обществе. Это результат также. Следование писания. Но с желанием воспользоваться ради чувственных наслаждений. Положение в обществе. Мы видим мэр, пэр, там сэр. Ну, все такое. Есть мэр здесь? Хоть какого-нибудь городка. Или председатель сельского совета есть. Жаль. Зато здесь преданные сидят. Сейчас мы дойдем. До этого. Кто лучше? И что говорят шастры об этом? Итак. Человек получает положение в обществе. Положение. То есть в обществе он занимает очень видимое положение. Следующее, что он получает. Он получает райские планеты. То есть может просто отсюда возвыситься и получить более лучшее тело, чем здесь. Лучше самого лучшего здесь. Богатство. Ну, как он говорил там. Сметаны. О! Рыбы. О! Отдохнул! Вот примерно так же. Он такой. Может получить все там, наверху. Следующий уровень пуньи. Пунья позволяет человеку приобщиться. Постепенно приобщиться. Поэтому следование шастрам. Не важно какие. Мусульманские, христианские, буддистские. Человек следует шастрам. Человек следует шастрам. Даже с материальными желаниями. Он развивает благочестие. Но в чем проблема этого благочестия? Что человек привязывается к благочестию. Он привязывается к красоте, привязывается к богатству и начинает этим просто наслаждаться. Он не использует это в дальнейшем своем прогрессе. Он начинает наслаждаться этим. И как результат этого чувственного наслаждения, он сжигает все эти результаты. И если он в следующей жизни не продолжил это движение, не занял вот это все в служении, дальше в продвижении, то он теряет это положение. В следующей жизни он рождается страшненьким таким. Как я упоминал, человек рождается в семье безродных рабочих, пьяниц. И шо коммунистов? Да. Почему коммунисты? Асура? Атеисты. Асура. Асура демоны. Демоническая еще природа. Смотрите, это очень плохая карма. Он сжигает все и попадает в такие условия. Я не буду уже рассказывать там все остальные детали. Следующий уровень называется гяна-ун-мукхи. Сукрити. Человек, развивающий знания. Результат этой деятельности будет освобождение. То есть нирвана. Или мукхи. Нирвана или мукхи. Человек попадает в безличностный браман. Брамаджоти. В сияние. В свет Бога. Но поскольку он лишен аспекта ананды, блаженства, он получает только сад и чит. Лишенный аспекта ананды, он хочет действовать. Хочет действовать. А у него нет духовного тела. Он не развил ситха сварупа. То есть не получил ситходехо, свое духовное тело изначальное. И он вынужден вернуться назад в материальный мир. И встать на путь бхакти-йоги. И следующим этапом такая пунья, то есть опять же благочестие такое, выражается в том, что человек попадает на следующий этап деятельности кармической. Который называется бхакти-унмукхи-сукрити. Что это означает? Что он неосознанно, даже не зная, каким-то образом что-то делает для вайшнавов и для Господа. Даже не зная об этом, он что-то должен делать именно для вайшнавов. Ни для каких других категорий. Ни для карми, ни для гьяни, ни для йогов. А именно для бхакт. Это называется бхакти-унмукхи-сукрити. Он любое, он даже не зная, что-то дал им, даже не зная, кто они такие, он совершил неосознанное предное служение, которое называется агята-сукрити. Неосознанное служение вайшнавам и Господу. Почему? Потому что служат-то все Господу. Через кого? Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот, кто слуга моего слуги, мой слуга. Таким образом, когда мы говорим о служении Богу, мы подразумеваем служение кому? Вайшнавам. Потому что Кришна принимает все через вайшнавов. Он никогда ничего другим образом не принимает. Такова наука, таков закон Кришны. И так живое существо совершает неосознанное служение. И бакты спасают как людей, а не пытаются вовлекать их в неосознанное предное служение. Говорится, мудрые не беспокоят невежд и не пытаются сказать, ну-ка прекрати заниматься материальной деятельностью, ну-ка прекрати там тем заниматься. Нет, мудрые говорят, занимайся. Но объясняют, как эта же самая деятельность должна быть проникнута духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Постепенного. Таким образом, мы ходим, собираем пожертвования, чтобы занять людей в объяте сукрыты. Это единственная возможность человека встать на путь истинного освобождения. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание дотла сжигает последствия греховных поступков. Таким образом, если мы приходим к человеку и говорим, пожертвуйте нам, вот на то, мы хотим провести одну программу. Даже он не знает, что мы Харе Кришна, или что мы Вайшнавы, какое-то отношение к Вайшнавам имеем. Вайшнавы там низшего класса пусть даже. Но мы, поскольку мы служим Вайшнавам более высокого класса, мы все считаемся Вайшнавами так же. И человек что-то дает, то мы его заняли в агята сукрыты. У человека сразу огромное количество кармических реакций сжигается дотла. Это благотворительность. Это называется, что мы спасаем этого человека, если не можем его спасти никакими другими способами. Он не принимает никаким образом. Говорится, хоть что-то он должен сделать неосознанное для Вайшнаов, которые будут использовать то, что он сделает в служении Господу Кришне. Этот человек освобождается от огромного количества греховных поступков. Иногда предные не совсем понимают эти все аспекты, связанные с законами кармы и с предным служением. И они говорят, лучше купить. Нет. Лучше собрать пожертвования. Потому что, собирая пожертвования, сотни тысяч людей, даже по копейке дадут, и говорится, один, как Пропада цитировал один санскритский текст, люди не всегда понимали, и он перевел его так. Один цент, используемый в сознании Кришны, обернется для человека несметным богатством. Несметным богатством. Не анардхой, а ардхой. Несметным богатством. Обернется для человека. Поэтому, говорится, мы должны очень хорошо понять практику сбора подаяний. Дакшины. Гуру Дакшина. Мы собираем на служение Гуру эту Дакшину. На служение Божеству. И любой человек, который хоть что-то нам дает, даже не зная, кто мы, можем даже не говорить, кто мы такие, но это используется на служение Кришне, на служение Вайшнамам. Этот человек освобождается от такого количества грехов, и он неосознанно агята сукрити, он получает бакты ун мука сукрити, благочестия преданного. Он не получает благочестия гьяни, он не получает благочестия йога, и он не получает благочестия карми, кармаканди. Он получает благочестия бакты. То есть, результатом этого, он будет приобщаться к Вайшнавизму, к преданному служению, и ни к чему больше. Специальный раздел. Он будет приобщаться к самой высшей науке. Бакты. Бакты йога. То есть, который является целью возвышения человека среди всех писаний, среди всех практик возвысить человека до беспримесного, ничем не мотивированного, любовного, преданного служения Богу и всего Ему творению. Как духовному, так и материальному. Живое существо все начинает видеть в связи с Кришной. По принципу Ишавас Яйдам Сарвал. И еще видит все это в любви. Так живое существо может вырваться из плена. И, говорится, любой человек, который совершает Агьято Сукрити, то есть, идет путем Бакты Умукхи Сукрити, то есть, занимается неосознанным служением Вайшнавам и Господу, он полностью, может быть, сто процентов уверен, что он будет человеком в следующей жизни. Никогда не попадет на адские планеты и никогда не станет низшим живым существом, ни привидением, ни духом, даже если он сохраняет все свои греховные привычки. Человеческая форма жизни в следующий раз ему обеспечена. Еще что? Обеспечена ему Бактыр Умукхи Сукрити. Ему обеспечена Бакты Пунья, то есть, благочестие преданного, то есть, преданность. Сохранится его преданность. Итак, Кришна говорит об этом, чтобы объяснить Арджуне, объяснить всем преданным, что же является главным в этой жизни и какая милость идет от Вайшнавов, что Вайшнавы спасают людей от адских планет и спасают людей от низших форм жизни. Говорится, что если хоть кто-нибудь в шутку даже услышал святое имя, люди ходят на Харинамы, проводят здесь Радхаятры, и они иногда думают, ну а мы столько вкладываем Лакшми, столько вкладываем сил в эти Радхаятры, и ни один человек не привлекся. Почему? Потому что мы хотим немедленных результатов. А на самом деле, вы даже не представляете, сотни тысяч людей получили благочестие, которого у них уже не было. И когда ученики Парупады спросили, они читали текст, те, кто в прошлом совершали благочестивые поступки, в этой жизни могут встать на путь преданного служения. И они такие, они сказали, Парупады, видимо, мы очень много благочестивых поступков совершали в прошлом. Парупад так расхохотался и сказал, нет, это я создал ваше благочестие. Я создал ваше благочестие. Я пел вам, рассказывал, и все мое пение, нравилось оно вам, не нравилось, все мои рассказы, я вас кормил, вы просто меня видели стилукой, вы меня видели в тхоте. Все это создает благочестие у человека. Потому что это одежда, эти знаки, эти люди. Видеть, говорится, вайшнава, в шастрах говорится, увидеть первым вайшнава, это значит очень хороший день. Увидеть не вайшнава, проблематичный день. Да, люди знали об этом. И они специально ходили так, чтобы пройти мимо храмов вайшнавских. Потому что они знали, что ведическая литература говорит, увидеть вайшнава, это очень благоприятный день. Очень благоприятный день. Все, пунья появляется, благочестие. Только видеть вайшнава, не говоря уж его слышать, какие-то шастры, и если уж удастся совершить какое-то служение вайшнаву. Каким-то образом послужить его служению в служении более высокого вайшнава. Потому что вайшнавы все слуги. Я слуга, слуги, слуги. Нижайший и ничтожнейший. Вы берете самого нижайшего, ничтожного, что-то делаете ему, а он делает это своему. И так это уходит к Кришне. И Кришна говорит, кто там что сделал для меня? А, вот этот человек. И он дает пунью. То есть дает преданность человеку. У человека появляется способность приобщиться к предному служению. То есть вырваться из круговорота рождения и смерти. Харе Кришна. Спасибо большое. Может быть есть какие-то вопросы у вас? Да, однозначно. Человек, который покупает священные писания, он совершает богочестивый поступок. Это называется шастра совая. Служение писаниям. Через их приобретение. В шастрах есть это вид благочестивого поступка. Очень. И в соответствии, поскольку шастра находится также в разных гунах, если он покупает сатвика шастру, вся ведическая литература даже делится на три уровня. Тамасика, раджастика и сатвика. То есть, невежество для невеж, для людей в страсти и для людей в благости. И в соответствии с тем, какую литературу приобретает человек, он получает такой тип благочестия. Огромный тип. Поэтому я рекомендую вам всем получать знания. А знание это значит применять его в жизни. Тогда мы можем продвигаться дальше. Очень часто можно заметить, когда люди требуют новой информации, не поняв еще старую. Можно найти просто склонных к обучению. Знаете, как выявить склонных к обучению? Знаете? Рассказать? Как понять, что человек склонен к обучению и что ему надо дать дальше, больше? Расскажу вам историю и вы поймете. Жил-был один птицелов. Жадный, но никчемный такой. Как мы. И он ловил птиц. Делал из них чучел и продавал. И за счет этого содержал свою семью и детей. И вот как-то он поймал очень удивительную птицу. И когда он ее поймал, он хотел ей голову свернуть и думает, ой, такая удивительная птица, сейчас я ей сверну голову, выпотрошу, сделаю из нее чучело и такие деньги получу. И будет моя семья будет наслаждаться, я стану великим для своей жены, для своих детей, перестанут меня критиковать. Все такое. И только он хотел ей голову свернуть, птица сказала, отпусти меня. О, он же. Ну ты что? И он так посмотрел по сторонам. И она говорит, да я, я это говорю. И он такой говорит, о, говорящая птица. Ой-ой-ой, так я вообще сколько денег получу? Она говорит, глупец. Зачем я тебе как чучело и зачем тебе меня продавать? Если ты меня отпустишь, я тебе дам три совета, три знания. Три знания. И при помощи этого ты сможешь стать счастливейшим и богатейшим человеком. Он так вдохновился и говорит, ну да, сейчас тебя отпущу, а кто знает, ты что там? Он говорит, а? Знаю вас, птиц. Он ничего не знал. Но он сказал, я знаю вас, птиц. И птица сказала, хорошо, я тебе дам первое знание и если ты сочтешь его полезным для себя, тогда ты отпустишь меня. Второе знание я тебе дам, когда я взлечу над твоей головой и усядусь на ветке. а третье знание я тебе дам, когда взмою высоко в небо. И он сказал, ну таки согласен, потому что смотри, если не понравится, не выпущу. Она говорит, все, мы договорились. И он вытянул руку, ну давай говори. Она говорит, первое знание, внимательно слушай, никогда не жалей о том, что потерял. и он так стоял, думал, думал, ну точно же. Тогда вот в прошлом году потерял там лопату. Так расстраивался. А потом раз, нашел две. Ну точно вот, было так. И он говорит, ну ладно, правда на самом деле. И раз, отпустил ее. И птица села на ветку и сказала, глупец. Ты такой глупец. Ну что, что такое? Я на самом деле недавно съела три больших бриллианта, которые по размерам больше, чем я. И он сказал, что в чем проблема? О чем ты говоришь? И она сказала ему, никогда не верить тому, что выходит за рамки здравого смысла и не имеет подтверждения. Он сказал, хорошо, хорошо. И она сказала, так вот я и говорю, что я-то съела три бриллианта больше себя по размерам. И если бы ты мне свернул голову, ты бы нашел эти три бриллианта и стал богатым. И он обманула! И он так эх, жаль, я тебе голову не свернул. И птица полетела. И он сказал, эй, птица! Она сказала, что тебе, дурак? Прямо с бриллиантами улетаешь, обманула меня? Эх, ну хотя бы третье-то знание скажи! Она сказала, зачем тебе третье? Ты даже не сумел двумя первыми воспользоваться. Я тебе сказала, никогда не жалей о том, что потерял. И никогда не верь тому, что выходит за рамки здравого смысла и не имеет подтверждения. Я такая маленькая птичка, как я могу съесть три бриллианта больше себя размерами? Еще летать тут. Все. Дурак ты, дурак. Так вот, я тебе хочу сказать, следуй всему тому, что предназначено для таких людей, как ты. И не лезь в высшие сферы, ибо для тебя это проблематично. Вы поняли, да? Как отделить человека, склонного к получению знаний. Понятно, да? Что он уже воспользовался первыми двумя. Ари Кришна, спасибо большое. Шива Прабхупада Киджай, Шри Горнитай Киджай, Гора Проминанды, Хари Хари Бог.